Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и GD. Мой канал о моей красоте, а также об омном шопинге. Речь сегодня пойдет о текстиле. У меня есть много видео на канале, где я рассуждаю и говорю о том, что если вам нравится эстетика минимализма, если вам нравится чистота в доме, если вам нравится, когда в доме мало пыли, в том числе, когда вообще в доме мало объектов, то текстиль это как раз-таки тот сегмент в нашей жизни, который нужно очень хорошо разгрузить, которому нужно очень внимательно присмотреться, для того, чтобы наша жизнь стала проще, для того, чтобы наш дом выглядел гораздо-гораздо минималистичнее. На самом деле вопрос о том, сколько полотенец имеет каждый член нашей семьи, возникает не первый раз на моем канале, поэтому именно с них я и начну. Вообще то, что касается текстиля для дома, в частности полотенец, я не знаю, почему, откуда у большинства из нас, хозяек, имеется мысль, что полотенец должно быть много. Я долгое время жила с этой мыслью. Я заформировала, когда-то даже видео выпустила на канале, огромную стопку из полотенец, на которой была еще этикетка. Я не знаю, о чем я думала, я не знаю, куда я смотрела, к какому кризису я готовилась, но у меня заформировалась стопка примерно вот такой высоты, только полотенец после душа. Это, наверное, шесть полотенец. Я поняла, что когда мои дети переедут жить самостоятельно, я могу каждому из них дать такое количество полотенец, которое будет достаточно для их жизни, и мне придется тратиться вот на такой текстиль. И я убрала полотенце, и могу сказать, что моя жизнь, как коллеги, стала гораздо проще, и наша ванная стала гораздо красивее. Сейчас у меня и у мужа в нашей ванной лежит три больших полотенца, три душевых полотенца. На самом деле, такой размер полотенца, классический размер полотенца для душа, он и не нужен, мне кажется, среднестатистическому человеку. Гораздо проще вытираться полотенцем меньшего размера, но их трудно найти. Поэтому у нас осталось три таких полотенца. И могу сказать, что если бы не маленькие дети, я бы вполне могла оставить всего два полотенца, не удивляйтесь. Потому что я поняла, что если я с утра заведу стирку и повешу сушиться в своих полотенцах, плюс у меня машина оборудована также и сушильным шкафом, наверное, так это называется, я ни разу им не пользовалась, ни разу. Потому что мне жалко электроэнергию, мне жалко своего времени ждать. Я, в общем-то, постирала, вынула, на солнышко повесила. Благо, в Италии эта проблема решается очень быстро. Но я думаю, что и для тех, кто живет в России, эта проблема также может никогда остро не стоять, потому что в России центральное отопление, зачастую действительно в комнатах очень-очень жарко, воздух очень сухой, его необходимо увлажнять. Пожалуйста, если вы постираете ваше полотенце с утра, повесите его, благо для полотенец, если их часто менять не нужна какая-то супер длинная стирка, свои полотенца я стираю череду. Иногда короткий режим, иногда полноценный режим 60 градусов, и тогда я выхожу на часовую стирку, если я ставлю более высокую температуру. Ну и если я ставлю режим экспресс, 40 градусов, полотенца стираются очень быстро. Любая хозяйка, которая работает, которая ограничена во времени, с утра может завести такую стирку, и, в общем-то, перед уходом все развесит, все высохнет к вечеру. Поэтому я утверждаю, как человек, который имеет помимо себя, самой еще четырех членов семьи, утверждаю, что двух полотенец для взрослых людей вполне достаточно. У нас три полотенца, и как следствие, я не меняю их синхронно. Своё полотенце я выбрасываю стирку несколько раньше, и беру чистое, и, соответственно, своё стираю, и добавляю к стирке белого полотенца другой текстиль. Сейчас я об этом скажу. Отдельно остановлюсь на удобстве иметь именно белый текстиль, потому что его можно перемешивать. И, соответственно, просто у меня сохнет полотенце, я беру чистое, и через несколько дней меняю полотенце мужа. По поводу полотенец для волос я много раз говорила, и получила недавно интересный комментарий, что у девушки длинные плотные волосы, ей не хватает, как мне, футболки для волос. Мой муж не имеет полотенца для волос, мои дети не имеют полотенца для волос, и я также не имею полотенца для волос. Моим детям, моему мужу, за имением, что называется, коротких волос, хватает самого обычного душевого полотенца. Я же использую футболки. И действительно, могу сказать, что даже на мои волосы не хватает одной футболки, тем более, если я хочу волосы высушить быстро. У меня две футболки. Я сушу их, и прелесть как раз-таки не использовать махровое полотенце, использовать футболки, для меня заключается в том, что они не занимают много места, я храню их в своем бельевом ящике, но и также они очень быстро согнут, согнут гораздо быстрее, чем махровые полотенца, поэтому я промакиваю волосы один раз, заворачиваю в чулму, жду, и потом промакиваю волосы еще раз. Могу сказать, что для меня это мега суперудобно. То, что касается полотенец для рук, у меня есть махровые полотенца, и я их вот просто не люблю всеми фибрами своей домохозяйской души, потому что эти полотенца очень плохо сохнут, эти полотенца очень плохо отстирываются, эти полотенца становятся очень быстро, очень-очень твердыми. Какую альтернативу я нашла? У меня вот здесь подстановочная салфетка, и, в общем-то, видео об этом я выпускала, наверное, уже в каких-то рамках о лайфхаках. Это подстановочная салфетка, которая мне за не надо, потому что гостей таким образом я не встречаю уже очень-очень давно. А это подстановочная салфетка, кстати, предыдущая была фирмы Велерой Бог, это подстановочная салфетка из Zara, Zara Home, все этикетки срезаны, но это Zara Home. Это салфетка, которая имеет вот такую интересную фактуру, она прострочена, она как будто бы несколько тканей, несколько слоев ткани сшиты, очень удобно. В свое время я покупала их, когда нас было трое в семье, и всего двое людей завтракали, это была я и Егор, эти салфетки мне были нужны прежде всего для завтраков, но также для ужинов я их использовала, потому что мы с Егором очень много гуляли, возвращались, и чтобы не стилить скатерти, кстати, скатерти я не использовала, наверное, никогда, стала использовать их как раз-таки, когда наша семья увеличилась. Вот такие салфетки у меня еще остались. Заодно покажу вам, у меня, кстати, были очень красивые полотенца WMF, они очень большие, а это вот классическое полотенце такого же размера, как WMF, с каким-то неотстирываемым пятном, но все равно я его вам покажу, не подготовилась я. Это как раз-таки полотенце из льна и хлопка фирмы Frette, Frette, возможно, так произносится в России. Это полотенце из льна и хлопка, состав, наверное, 50 на 50, это полотенце для кухни. Так вот, я к чему вам все это показываю? Потому что такие полотенца такого размера изначально я использовала вместо махровых, прежде всего в детских ванных комнатах, потому что дети моют руки, но таким образом кажется, когда смотришь на полотенце, что руки-то они не мыли, а прямо-таки под водой и все вытерли. Были полотенца, но просто серые, коричневые иногда. Я заменила сначала на такие полотенца, они лучше сохли и быстрее, легче отстирывались. А потом я заменила вот на такие подстановочные салфетки. Это, кстати, Sea Home. Я в этом магазине работала, когда я говорю, что я работала продавщицей, я работала в таком магазине Sea Home. Тот, кто живет в Италии, тот, кто посещает Италию, знает серию этих магазинов. Вот это Sea Home. Тоже очень довольна. И вот, опять же, тоже Фретте. Это чистый лен, но он неудобен. Я не даю его теперь даже детям, потому что слишком большой размер. Такие полотенца я не использую теперь даже на кухне. Зачем я их храню? Ну, конечно же, для тряпочек я их храню. Иногда я сушу на них овощи, когда мою. Иногда сушу на них какие-то тарелки. Соответственно, вот эти полотенца, которые, я думаю, любая хозяйка может себе представить, стоили недешево, да, это Фретте, они мне, что называется, за ненадобностью. Нашла я себе лучший вариант. И покажу вам вот эти полотенца. Конкретно эти полотенца. Это стопроцентный лен, точнее, это, опять же, не полотенца. Это подстановочные салфетки. Это стопроцентный лен. Я купила его на море. Это какая-то неизвестная фирма. Возможно, даже и не фирма. И я очень довольна. Поэтому, если у вас стоит вопрос обновления полотенец для лица. Кстати, я лицо никогда не вытираю. Никогда не вытираю полотенцем для рук. Только для рук мы используем эти полотенца. Хотя дети иногда умываются. После еды вытирают рот. Но у них, у каждого есть индивидуальное свое полотенце. Я же никогда свое лицо не вытираю таким полотенцем. Если мне нужно, я подойду к своему индивидуальному большому тушевому. И, кстати, могу сказать, что в Москве, когда мы жили, у нас так интересно были расположены крючки. Они были расположены не мной, а дизайнером, который занимался этой квартирой. Что фактически было очень удобно вытирать даже руки каждой своим полотенцем большим, предназначенным для душа. Это тоже вы можете взять себе на заметку. Потому что зачастую полотенце для рук может вам и, что называется, быть за ненадобностью. Я считаю, что от этого стереотипа, что такое полотенце обязательно должно быть, можно вполне отказаться. Помимо этого я также закупилась очень хорошо постельным бельем. Вот так выглядит моя спальня. И прикроватные тумбочки в свое время были не просто заложены, а забиты постельным бельем. С некоторого постельного белья были также не сняты бумажные этикетки. Это белье я вынула. Я также его герметично запаковала в такие специальные пакеты, из которых можно пылесосом удалить лишний воздух. Это вакуумные пакеты. И, в общем-то, думаю, что своим детям на новоселье я подарю не только полотенце, но также и по комплекту хорошего качественного постельного белья. Я не знаю, зачем я покупала так много. Я не знаю, какой хозяйкой я была, что я элементарно не могла совладать с каким-то элементарным, опять же, счетом, чтобы предположить, что мне некуда девать все эти комплекты. Я, как человек, опять же, взрослый, могу сказать, могу прямо-таки утверждать, что одного комплекта белья вполне достаточно, в особенности, если вы не работаете, если вы прямо-таки следите за домом. Вы с утра его постираете, повесите хорошо на сушилке, чтобы никаких других вещей не было. То есть вы повесите таким образом, чтобы это белье хорошо вентилировалось. И, опять же, я думаю, что в любой стране мира, что в России это белье высохнет, если вы это сделаете рано утром, и вечером вы сможете застелить хороший чистый комплект белья. Поскольку у меня есть маленький ребенок, и случается всякое, я храню в прикроватной тумбочке сейчас два комплекта постельного белья. И действительно, по необходимости бывает, что нужно сменить постельное белье. Но когда мои дети подрастут, и прежде всего младший ребенок будет спать отдельно, я совершенно точно оставлю один комплект белья. Вот чего у меня, что называется, несколько больше, так это наволочек. А наволочки я меняю несколько чаще, опять же, по необходимости. Иногда это могут быть каждые два дня. И вот когда я говорила про удобство иметь белое белье, я говорила как раз-таки о том, что когда вы имеете одно большое душевое полотенце, которое вам нужно постирать, потому что у вас мало полотенец в ванной комнате, вы можете добавить туда вот эти наволочки. Все это стирается примерно на одном тепловом режиме. Все это стирается примерно с одним количеством стирального средства, которое вы добавляете. Это мега суперудобно. Также касается дела и постельного белья у моих детей. У них тоже было столько постельного белья, что бедный Егор, на котором лежит обязанность уже много лет менять постельное белье для себя, также для своего брата, он постоянно был вынужден все это выкладывать, перекладывать, чтобы найти комплекты, потому что белье все было белое, но оно, скажем так, хлопок, выделка отличалась. Прежде всего это был зимний хлопок, а также летний хлопок. И опять же я упростила его жизнь тем, что я убрала лишний комплект. Я оставила три комплекта постельного белья для двух кроватей своих старших детей. И если случается непредвиденная ситуация, всегда есть постельное белье сухое, чистое. А если нет, то мои дети меняют постельное белье так же, как меняем мы с мужем наше полотенце. То есть не синхронно, не в один день, а, допустим, с разницей в два дня. Соответственно, я успеваю одно белье просушить, комплект один уже имеется, и второй снимается, уходит в стирку. Дети также имеют запасные наволочки. Вот у детей наволочки, я прям-таки настаиваю, чтобы они меняли, но чуть ли не каждый день, в особенности, когда у них раньше был насмок. Сейчас, кстати, дети меняют наволочки примерно каждые три дня, если я не забываю им напомнить, самостоятельно они этого не делают. И опять же проблема количества постельного белья решилась так же и в детской комнате. Что еще из постельного, точнее, какой хлопок, какой текстиль еще у нас бывает в доме? Это, конечно же, шторы. Безусловно, я могу представить, что в условиях России не все могут отказаться от штор, прежде всего потому, что имеет место особая типовая застройка. То есть зачастую дома расположены очень близко, и не хочется, чтобы соседи тебя видели, в особенности, если учесть, что темное время суток наступает рано на территории России, и примерно 6 месяцев это такой образ жизни, когда свет мы включаем рано. Могу себе представить, покажу вам, и опять же существует отдельное видео на канале, и под этим видео я и получила комментарий, что одна зрительница была очень рада, что она смогла отказаться от штор. Вообще вот идея со шторами преследует меня еще с Москвы. Когда я сняла шторы в нашей московской квартире и постирала их, я поняла, что вешать я их больше не хочу. Я не могу вам передать, насколько больше стала квартира. Вот на самом деле я и мужу пыталась эту идею озвучить, но он сказал, что нет, шторы нужны. При этом шторы никогда у нас плотно не закрывались, только в спальне, чтобы солнце, у нас так располагались окна, что солнце, что называется, с утра в 6 утра уже было у нас, если это был летний период. Так вот шторы в жилой зоне, они никогда не закрывались, они висели по бокам от окна и были исключительно декоративные, несли исключительно декоративную функцию. И они, помимо этой декоративной функции, очень много пространства забирали. Я не смогла убедить своего мужа просто укоротить шторы. Но вам такой совет, совет дам, совет я люблю давать. Если вы не можете отказаться от штор, если кто-то из членов вашей семьи не согласен на то, чтобы шторы убрать, пожалуйста, сделайте их короткими. Вы увидите, насколько проще станет ваша жизнь, потому что любой текстиль, возвращаемся к началу этого видео, это то, что скапливает пыль, и то, что ее потом легко отдает. Любое дуновение ветра, если шторы шевелятся, дети туда подбежали, спрятались, в общем-то, и вся пыль у вас опять на поверхностях, которые, возможно, вы только-только убрали. Кстати, самая пыльная комната – это комната моих детей. Там пыль протирается каждый день, благо это делает Егор, потому что дети прыгают на кроватях, потому что дети строят какие-то домики из того текстиля, который остался. А остался текстиль у нас прежде всего пледы. Я очень не люблю пледы. Я убрала все пледы, которые только могла убрать, все их попыталась, что называется, доиспользовать. Это прежде всего на море. На море часто бывают нужны пледы, потому что есть джордина, есть небольшой сад, где вечером приятно сидеть, но вечером иногда хочется накинуться пледом. И вот там эти пледы, что называется, поизносились. Дома я оставила буквально два пледа, для меня и для мужа. А дети, если хотят разогреться, смогут побегать и попрыгать. Так вот, могу сказать, что ваша жизнь, опять же, очень упростится, как хозяйки, как человека, который убирается самостоятельно. У вас будет гораздо меньше пыли. Если вы уберете также декоративные подушки, которые на самом деле зачастую несут вот эту декоративную функцию, то под большим вопросом меня такой декор, например, утовляет. Ну и также какие-то красивые одеяла. Я показывала, как много одеял, как много пледов у меня на море. И там они, повторюсь, нужны, потому что температура бывает скачет. И опять же, когда на август мы выходим, уже ночные температуры опускаются значительно от дневных температур. Вот там все это нужно. Но если это за ненадобность, я прямо-таки призываю от всего этого избавиться. Я так поступила, и жизнь моя стала гораздо-гораздо проще. Поэтому такой текстиль для дома, как шторы, подушки, различные пледы, различные одеяла не нужны. Если есть возможность, убирайте хотя бы на сезон, на теплый сезон, когда во всем этом нет необходимости. Ну и смело сокращайте ваш текстиль, который находится в ванных комнатах. Смело сокращайте ваш текстиль, который находится в ваших домочках, потому что на самом деле практика показывает, что гораздо проще все это постирать и высушить в течение дня, к вечеру застелить, чем иметь огромное количество этого текстиля, вкладывать его, складывать, перекладывать и, в общем-то, расстраиваться от того, что на самом деле, как было в моем случае, тумбочки просто не закрывались от количества постельного белья, а полки в ванной ломились от количества ненужных, никогда не используемых полотенец с бумажными этикетками. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем красивых, уютных домов. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.